Приветствую всех зрителей на канале, с вами Смайл Секи и мы продолжаем проходить упражнения колоботом. И в этих сериях я буду знакомить с прогрессом переноса уровней на колобот версию из школьной версии. Кстати, когда смотрел уровни, которые входят в колледж версию, оказалось, что там на самом деле не 35 глав, а 50 с лишним. Но они просто закрыты и в них, видимо, одни и те же повторы. То есть, какие уровни я открывал, они все уже были пройдены. Не в самой игре, конечно, я смотрел просто сами файлы. Может, в них есть какие-то изменения. Но на данный момент проходить четвертую часть и смотреть, что же там такое, я пока не планирую. Может, при переносе это все будет сделано, если там действительно что-то новое. Но визуально кажется, что это все то же самое. Просто это какие-то глюки, но, видимо, это всю серию. Так идет. Поэтому над этим придется работать. Что я хочу сказать. Все уровни на данный момент из школьной версии перенесены. Они запускаются. Но в части уровней еще не сделана проверка на выход. Это в основном касается тех уровней, где происходят рисунки. Плюс также те уровни, где используется диалог и опрос клавиатуры, которые в колоботе не поддерживаются. Поэтому в них еще предстоит придумать, как это сделать. Но в целом первую рисованную программу я уже опробовал. Я выбрал вариант, когда просто астронавт слетает. Потому что здесь, благодаря тетрадям, которые я нашел, опять же, на немецком языке, специально для этой версии, в них указано дополнительное задание, которое отсутствует именно в той версии, в которую я играл. И я их тоже внедряю, дополняю. Естественно, я не перевожу на данный момент на английский язык. Чтобы это было доступно для всех, я планирую сделать в... Ну, выкинуть это все в сеть, в сообщество. И на все языки они смогут перевести намного быстрее, чем если это буду делать я. К тому же я как бы подготавливаю для этого почву, чтобы все можно было сделать. Ну, на примере некоторых программ я покажу, что же в них дополнилось. Здесь, как ни странно, вот при тех параметрах цвета, которые стоят, титан окрашивается в черный цвет. Теперь посмотрим на задание. И, как мы видим, все переведено на русский язык. То есть я буду именно русскую версию допиливать. С нее будут делать уже перевод в сообществе на английский и на остальные языки. И обновлены все фотографии под текущую версию, потому что здесь были совсем другие вещи. Редактор программ, соответственно, тоже на русском языке. Все это поддерживается. Дальше. Если взять... Так, нет, не заново. Второй вариант. Дальше уже меньше дополнений, потому что в тетради они не описываются. Ну, например, здесь то, чего просто не было вообще. Вот такая ситуация рассматривается. То есть подробно рассматриваются альтернативные целых два варианта решения. То есть не просто проезд назад, но мы можем также развернуть робота и проехать вперед. И здесь указывается расстояние от середины оси, от центра вращения робота, до, например, до этой батареи, что тоже очень полезно. Также рассматривается перенос. И что самое интересное, когда я переводил, я обнаружил, что здесь это не просто так введено. Потому что здесь, на этом принципе, показывается, что для замены двух переменных нужна третья, временная. И здесь, в этой роли выступает позиция позади бота. И как раз на этом принципе объясняется этот принцип. Соответственно, все три сольюшена у нас есть. И они сделаны именно в том формате, в котором они были бы написаны, если бы мы только начали играть в эту игру, и мы не знали ни о каких функциях, ни о чем другом. Также, например, вот здесь, где у нас титан? Нет. Вот, титановый куб. Часто возникает такая ситуация, когда бот... Да, кстати, надо его сейчас поменять, чтобы мы не смогли на него посмотреть. То есть, как только он вернется на базу, функция GoTo, он пользуется функцией GoTo, и как только он зависнет, программа начинает проверять, вообще, как бы, он на месте или нет. Но по координате Z этой проверки нет. Поэтому, как только робот зависает над платформой, мы его даже не видим. Программа пишет то, что все выполнилось. Поэтому я добавил дополнительно еще одного муравья. Он невидимый, найти его на карте нельзя. Он находится вот здесь. Он проверяет то, что у этого бота находится что-то в манипуляторе или нет. Если в манипуляторе что-то есть, уровень не завершится. То есть, я добавил такие проверки. Плюс сделал так, чтобы астронавт, он летал всегда. Здесь этого не было реализовано. То есть, эту лишнюю вещь я убрал. Ну и, соответственно, если посмотреть, то внедрены дополнительные функции. Заменены, естественно, вот эти боты на рисующих, что, на мой взгляд, более наглядно. Видим, что здесь четыре солюшена сделаны. Это связано, опять же, с дополнительными условиями, которые я взял в тетради. Все они реализованы. И да, выход из программы заключается в том, что проверить, что на земле у нас есть или нет. Просто завершая рисование, мы взлетаем вверх на максимально возможную высоту, и уровень завершается. Ну, а теперь приступим к нашим упражнениям. Часть из них уже опять пройдены. Просто-напросто у нас началась гроза, и я не стал рисковать. Поэтому часть заданий уже выполнена. Но, естественно, я в любом случае на них остановлюсь. Запрограммируйте крылатого стрелка, чтобы тот уничтожил всех муравьев в этом регионе. В этом болоте от колесного или гусеничного стрелка пользы мало. Муравьи, в отличие от пауков, продолжают двигаться. Вы не можете просто повернуться к ближайшему муравью, вы должны идти вперед и стрелять. Самый простой способ решения этой проблемы заключается в том, что вы должны лететь на высоте 10 метров. Целиться вниз с помощью инструкции A-20 и приближаться к муравью с условным циклом, пока дистанция больше 20 метров. То есть, опять же, нам предлагают вложенный цикл, но мы напишем это без него. В этом условном цикле вы должны найти ближайшего муравья, развернуться его в сторону, разогнать моторы на полную мощность и немного подождать, например, 0,2 секунды. Все эти инструкции должны повторяться до тех пор, пока муравей не приближится к вам на расстоянии менее 20 метров. После этого вы должны просто выстрелить в него. Кстати, непонятно, почему в этих упражнениях отсутствует музыка. Только вот в тех упражнениях из Сибота, которые переносил музыка, присутствует, и даже править ее не пришлось. Что говорить о программе? Так, у нас есть объект, переменная типа объект. Мы опускаем орудие, взлетаем, и первый цикл, точно так же, как в предыдущем упражнении, мы взлетали на высоту 10 метров, то есть отслеживали наше положение по координате Z. Ждем 0,1 секунды, после этого у нас идет цикл основной, где мы проверяем, есть у нас вообще хоть один живой муравей. Если же их нет, мы останавливаем все моторы. Так как высоту мы не используем, джет у нас больше не присутствует, поэтому стабилизировать высоту нам просто не нужно. В цикле же мы находим муравья, поворачиваемся в его сторону, включаем мотор на полную катушку, даем время на это, потому что терн, она выключает функцию мотор, потому что она тоже использует эти же моторы, но определенным образом, поэтому моторам нужно дать время на выполнение. Дальше мы проверяем, если у нас в пределах выстрела никого нет, мы возвращаемся в начало цикла, и снова корректируемся на муравья. После этого, если же муравей находится у нас в зоне выстрела, то есть это условие не выполняется, мы продолжаем дальше. Ну и поехали, происходит взлет, немного ускорим, поворот и все. Двигаться таким образом мы будем все равно медленно, потому что терн, она немного блокирует команду мотор, поэтому движение происходит немного с рывками. Поэтому я его ускорю вот таким образом. Даже если мы запустим основную программу, она будет действовать точно так же. Поэтому поворот нужно тоже делать через моторы, но этому нас учить будут дальше. Поэтому мы просто ускоримся. Основную программу, которую нам предложили с обложенным циклом, она работает абсолютно точно так же. Это опять же конфликт функций мотор и терн. Все, миссия выполнена. Так, здесь у нас... Прикажите, как раз, мастерилку очистить зону. Вторая часть. Приспособьте программу в корной местности. Вот, кстати, предложена та программа с обложенным циклом. Здесь происходит та же самая ситуация. То есть идет поворот и мотор. Единственное, на мотор дается просто чуть больше времени. Вот и все. Мы, по сути, могли то же самое сделать, но от этого рывки, они никуда не исчезают. Приспособьте выступали от крылатого стрелка к неровностям местности. Бот всегда остается на высоте 10 метров над уровнем моря. Это не подходит для горной местности. Текущее упражнение. Бот должен приспособиться к местности. Лучший способ достичь этого заключается в том, чтобы вставить перед вейт проверку, чтобы узнать текущую высоту бота над землей. Большая она или малая. И заставить бота, соответственно, реагировать на это. Мы уже увидели, что высота, то есть вот эта связка, мы добавляем сюда зыз, задает высоту над уровнем моря. ТОПО ПОЗИШЕН. Собственная инструкция возвращает высоту земли в указанной точке. Задает высоту земли в том месте, где стоит бот. Если мы хотим, чтобы бот оставался над землей на высоте между 6 и 9 метрами, то должны учитывать следующие случаи. Если разница между нашей высотой и высотой над уровнем моря земли, то есть вот эта вот высота, наша высота над уровнем земли, а не моря меньше 6, бот должен набрать высоту. Если разница больше 9, бот должен опуститься. Чтобы запрограммировать эти проверки, используйте инструкцию if, которая запускает инструкцию в скобках несколько раз, если условие истинно. То есть вот здесь идет стабилизация, стабилизирование. Перед тем, как начать проверку, стабилизировать высоту бота. После этого идет проверка. Мы находимся ниже нужной высоты, и мы находимся выше нужной высоты. Здесь не должно быть else, потому что мы можем находиться и в нормальном положении, то есть нам не нужно будет менять высоту, иначе наш бот на ровной местности будет просто туда-сюда болтаться. В случае, когда восстанет землей между 6 и 9 метрами, бот не должен подниматься или опускаться. В противном случае выполняется или джет 1, или джет минус 1. Это отменит предыдущий джет 0. Терн не влияет на джет, потому что происходит в разной плоскости. Теперь ставьте те строки перед weight 0.2, и бот сможет приспосабливаться к местности. После этого вы можете удалить первые строки программы, устанавливающие начальную высоту в 10 метров. Программа уже, естественно, написана, потому что я успел ее записать. Но просто видео не успел сохранить, потому что, берем, началась гроза, и я не стал рисковать. Объект. Создается опять же переменная, опускается дуло. Здесь все то же самое. В цикл while, который у нас был, естественно, если муравьев нет, мы останавливаем моторы. Здесь без всяких вложенных циклов точно так же все реализовано. Мы находим муравья, поворачиваемся в ее направлении, включаем мотор на полную, стабилизируем высоту, либо меняем ее. После этого, здесь, наверное, все-таки двоечку нужно поставить тогда, чтобы болтанка была не такая сильная. Если же на расстоянии выстрела муравей находится, мы стреляем, если же нет, то возвращаемся к началу нашего цикла и снова отслеживаем муравья. Ну что, поехали. Взлет теперь тоже идет ломаным, потому что терн все-таки немного влияет, потому что он влияет на моторы, и джет у нас, соответственно, тоже. Когда мы делаем выстрел, не выполняются другие программы, и вот этой болтанки нет. Поэтому здесь мы взлетели вверх, потому что в этот момент шла корректировка. Так, немного просто ускорим, иначе это просто будет очень долго. Нам еще за осами охотиться, а они летают так еще. Так, джет-1, так, видимо, работает слишком резко. Сейчас эту программу будем адаптировать. Хотя, наверное, мы возьмем ту, которая там уже есть. Нам все равно же предложат ее. Уничтожьте летающих ос. Смотрим, что нужно будет сделать здесь. Вот программа из предыдущего упражнения, которая стреляет по муравьям и приспосабливается к местностям. Чтобы приспособить программу к уничтожению ос, вы должны сделать некоторые изменения. Замените все радар Alien Ant на радар Alien Wasp. Ну, это, естественно, мы ищем ос. Пушка должна целиться прямо вперед, а не вниз. Замените Aim-20 на Aim-0. Бот должен лететь на той же высоте, что и оса. Для этого вы должны сравнить высоту полета бота, заданную Position Z, с высотой полета осы, заданной Item Position Z. Если Position Z, то есть наша позиция по высоте, будет больше позиции осы, медленно снести высоту. Здесь уже идет плавное перемещение. Если же наша высота ниже, уменьшенная на единицу, медленно наберите высоту. Сейчас объясню, зачем это. Крылатый стрелок выше осы, поэтому будет лучше, если высота полета бота будет немного меньше высоты полета осы. В данном случае мы допускаем, что высота бота может изменяться от высоты полета осы до высоты полета осы минус один. Ну, конечно, перевод гениальный, но ладно. Имеем, что имеем. Для тех, кто не владеет английским языком, это все-таки лучше, чем то, что я играл на английском языке. Дальнейшее улучшение. Осы летают очень быстро. Чтобы увеличить свои шансы попадания в осу, лучше повторить сразу перед Fire-1 радар и терн, чтобы произвести последнее исправление направления перед тем, как сделать выстрел. В общем, это даже читать нормально невозможно. Так, берем эту программу и сейчас мы ее просто скорректируем. Пусть здесь будет вложенный цикл, но так будет просто быстрее, иначе до сюжетных миссий мы никак не дорвемся. То же самое я говорил, когда я просто проходил Сибота, что до Колобота мы не доберемся. Вот это я, естественно, поправлю. Радар Alien Ant вот так сделаем. Будет не равен 0. После этого идет стабилизация. Сначала стабилизируем высоту. После этого стабилизируем моторы. Чтобы мы никуда там в водоем не прилетели или в какой-нибудь скалу не вписались. Стабилизация отводить нужна. Так, здесь у нас не анты, а васпы. Охотимся мы теперь за осами. Меняем Aim на 0. Естественно, можно этого не делать, но опять же при перезапуске упражнения дуло может остаться в старом положении, поэтому лучше сделать эту корректировку. Дальше здесь мы сравниваем. Давайте прямо отсюда и возьмем их. где положительная вот эта Position Z. Да, ладно. Скопируем так. Так, Position. Только это будет наша позиция. Здесь точка Position. Jet 0.3. Здесь Jet 0, минус 3. Минус 0.3. Здесь мы разворачиваем знак. Поначалу все будет совсем печально. Потому что осы, когда будет летать над нами, мы, соответственно, тоже будем в них стрелять. Хотя будем находиться под ними. Так, ну что, поехали. Немного ускорим, чтобы это выглядело не так катастрофично. Все. В оригинальном колоботе и в Сиботе, кстати, вот такого не находилось. То есть, Терн, она не конфликтовала с этим всем. Но если мы запустим даже предложенную вот здесь программу, она работает точно так же. Так, водоем не хватало еще приземлиться. Ладно, что высоту мы меняем не так. А, мы корректировку не сделали. Так, сейчас мы корректировку еще дополнительно сделаем. Так, фаер. В принципе, можно и отсюда запускаться. Давай. Полетели. Есть. Уже стало чуть лучше. Давай. Ты же ведешь ее. Что изменилось-то? Дополнительный Терн появился. Появился еще один конфликт лишний. Поэтому рывков стало больше. Ну давай. Ты сможешь, я верю в тебя. Поэтому все движение лучше реализовать через моторы. В данном случае. То есть, вот этих рывков просто не будет. Но программа сильно усложнится. И сейчас... Так. Ну давай же. А, теперь еще... Вот они вдвоем еще петляют. Может в дальнейшем это поправят. Потому что вот этот конфликт... Ну, раньше такого не было, по крайней мере. Даже когда я играл в более старую версию, но голдовскую, такого тоже не наблюдалось. Все, наконец-то. Это выполнилось. Улучшить технику стрельбы по осам. Сейчас мы ее улучшим. Не сильно, на самом деле, она будет улучшена. Он станет лучше стрелять. Но летать он лучше от этого не станет. Убейте ос с еще большей эффективностью, чем вы делали это с прош с помощью предыдущей программы. Вот программа из предыдущего упражнения, которая уничтожила всех ос после многих-многих неудачных попыток. То есть нам признают, что да, так и было. Но, правда, мы немножко добавили здесь дополнительные проверки и стабилизацию. Многие ошибки возникали из-за того, что оса уже улетела до того, как пуля могла в нее попасть. Единственный способ улучшить программу, это установить мощность двух моторов и реактивного двигателя таким образом, чтобы во время выстрела бот летел по тому же курсу, что и цель. Сразу перед выстрелом программа настраивает последнее направление с помощью Turn Direction Item Position. Чтобы лететь за осой во время выстрела, вы должны запомнить угол этого последнего поворота. Если угол был положителен, то есть поворот влево, бот должен продолжать разворачиваться влево во время выстрела. Если же угол был отрицательным, бот должен продолжать поворачиваться вправо. Чтобы запомнить угол последнего поворота, нам нужна переменная, которая может содержать только одно число. Если мы назовем ее Angle, мы должны задать перемену со следующей строки в самом начале программы. Float Angle. Почему Float? Потому что угол может принимать не только целое значение. На самом деле, если мы зададим Int, не сильно это изменится, просто повороты будут чуть более резкими, потому что поворот будет происходить, то есть число, вот этот угол, он будет округляться. Тип переменной Float – это изменчивый тип, который может содержать любое число, то есть целое число или вещественное число. Обратитесь, пожалуйста, к тексту о типах переменных, если вы хотите узнать больше о различных типах переменных и о том, что они могут содержать. Сразу перед инструкцией Fire, вместо того, чтобы писать Turn Direction, Item Position, мы установим угол поворота в переменную Angle. Angle будет равен Direction Item Position. То есть мы в переменную Угол напишем направление в сторону нашей цели. После этого мы производим поворот и установим мощность моторов таким образом, чтобы бот продолжил движение. Поворот в угол. Если угол у нас меньше нуля, то мотор, то здесь поворот идет с помощью моторов дополнительный, поворот сохраняется, то есть левый двигатель становится сильнее, быстрее в два раза, то есть мы начинаем плавно поворачиваться вправо, да, левый быстрее, но при этом еще немного двигаться вперед. Если бы мы просто поворот делали, то здесь бы стоял ноль. Иначе поворот идет в другую сторону с небольшим продвижением вперед. Инструкция Else определяет то, какую инструкцию должна выполнить программа, если условие указанной инструкции if ложное. Здесь, кстати, не рассматривается ноль. Равное нулю при нуле поворот вообще не должно быть, но он будет в любом случае вот здесь. Потом мы должны установить мощность двигателя таким образом, чтобы бот следовал за осой также и в вертикальном направлении. То есть идет дополнительная проверка высоты. Как вы видите, эта программа намного эффективнее предыдущей. Ладно, давайте сделаем это. Теперь дополнительные проверки нам понадобятся. Первое. Здесь мы ничего не меняем. Дополнительно я фиксирую вот эту всю часть. Радар Alien Wasp будет не равен нол. Здесь, соответственно, Jet 0. Первое, что мы будем стабилизировать. И после этого стабилизируем моторы. На самом деле можно вместо мотора 1.1 написать терн 0 и все. То же самое произойдет, та же стабилизация. Но может это поправит, и тогда это не будет работать, они не будут конфликтовать. Дальше. Что мы делаем? Нам понадобится вторая переменная. Float. Float Angle. Вводим ее. Задаем заранее. После этого. Вот у нас идет последняя проверка. Но поворот будет на угол. То есть вот здесь будет угол. Мы его высчитываем. Поворачиваемся на него. То есть это мы не исключаем. И дальше вставляем эту проверку. Если, то, иначе, то. Все. Это сделали. После этого еще раз стабилизируем высоту. То есть по сути вот это бы оформить функцию какую-нибудь. Но нам не предлагают этого делать. Но здесь, по крайней мере, перед выстрелом будет происходить только движение. То есть активно мотор и джет. Никаких термов больше нет. То есть мы будем при этом двигаться. И происходит выстрел. Ну что, полетели. Да, поначалу, конечно, тоже очень хорошо. Все-таки нужно выйти на боевую позицию. Ну, полетели. Если вейт 0.3, допустим, ставить, он станет меньше дергаться, но... Ну, то есть он будет дергаться реже. Но при этом меткость его пропадет. Так, что-то ты не сильно отрабатываешь, я смотрю. Она слишком близко летает. Из-за этого возникает такая ситуация. Что-то не сильно лучше получилось. Поэтому надо все делать на моторах. На однозначном. Так, ну давай, ускорим тебя. А то что-то как-то совсем это долго будет. Ну, вот получше. Все равно лучше. То есть он ее ведет во время выстрела. Но если она ему летит навстречу, то это все, пиши, пропало. В общем, это было сложно в данной версии сделать. Но сильно усложнять программу я не буду. Можно, в принципе, было написать программу, которую мы еще в Сиботе настраивали, которая и скалы видит, и все это облетает. Пока не будем это делать. Настолько это усложнять. Тем более, подобное мы уже выполняли. Надеюсь, этот конфликт между программами, этими функциями починят. Хотя, может, просто надо все сделать по-другому. В общем, пишите свои мнения в комментариях. Смотрите также прохождение других игр по программированию. Также напишите обязательно, стоит ли вообще озвучивать о том, как происходит процесс переноса уровней. Стоит ли вообще им заниматься. Ну и на этом я прощаюсь. Всем пока.